МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радио Свобода. Отправка нам сообщений. Все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Продолжаются интенсивные обстрелы приграничных регионах Украины и России. Местное население эвакуируется. Каждый день гибнут мирные жители. По оценкам движения в защиту прав избирателей, голос, объем вбросов в поддержку Владимира Путина на состоявшихся президентских выборах в России составил рекордные 22 миллиона голосов. Парламент Испании амнистировал каталонских сепаратистов. Поможет ли эта мера сохранить территориальную целостность страны? Так же сегодня. Да, около 50 тысяч из 100 тысяч российских релокантов покинули Грузию. Но оставшиеся открыли тысячи предприятий и купили 12 тысяч квартир. То есть у них появились свои источники доходов, поэтому сокращение переводов естественно. Наносит ли ущерб экономике Грузии отток оттуда российских релокантов? По данным полиции Донецкой области Украины, за минувшие сутки российская армия обстреляла не менее 8 жилых массивов в регионе. В Очеретино один человек погиб, один ранен. Жилые дома повреждены как в Очеретино, так и в Новобахмутовке, в Николаевке и в Селидовке, где также были ранены 4 человека. В Херсонской области при обстрелах за минувшие сутки погибли не менее 3 человек. Интенсивным обстрелом с применением ракет и управляемых авиабомб все последние дни подвергается граничащая с Россией Сумская область Украины. Тем не менее, глава областной военной администрации Владимир Артюх считает, что угрозы наземного прорыва со стороны России на данный момент нет. У нас есть данные о том, что наши вооруженные силы обладают большим преимуществом. Так что, зная наши силы, силы врага, я бы такую оценку не давал. Поэтому на данный момент опасности прорыва по земле нет. Наибольшую опасность для нашего региона представляют авиа- и ракетные удары, которые со все большей интенсивностью наносятся по нашей инфраструктуре. Это был глава областной военной администрации Сумской области Владимир Артюх, фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». А глава соседнего российского региона Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации из-за постоянных обстрелов почти 10 тысяч детей. Сегодня при обстреле были ранены не менее трех человек, в том числе 14-летняя девочка, у которой оторвало руку. Всего за последнюю неделю в области были убиты более полутора десятков человек. Вот что сказал Вячеслав Гладков. К сожалению, ситуация пошла по такой нарастающему напряжению. За дни голосования у нас, включая сегодняшний день, когда собирались и шли в партию, то у нас начался очередной ракетный обстрел в Белгородский район и Гроворонский. Всего у нас за неделю погибло 16 мирных жителей. 98 человек у нас ранено, в том числе девочка руку потеряла только что во время обстрелов. Поэтому напряжение достаточно большое. Гроворонский округ, большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Гроворонского района. Договоримся с коллегами губернаторов. 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу, дальше Ставропольский край. Сейчас проговорим там отдельно, там система выстроена. Это был глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Проверить приведенные им данные в условиях продолжающейся войны у Радио Свобода возможности нет. Власти оккупированных регионов Украины продолжают отчитываться о рекордно высокой явке избирателей на состоявшееся голосование по выборам президента России. При этом, как отмечает корреспондент проекта Радио Свобода Донбасс Реалии Ольга Модина, в нынешних условиях у оккупационных властей даже не было возможности составить нормальные списки избирателей. Перепись населения проходила там уже давно. Многие жители оккупированных территорий уехали сразу после начала полномасштабной российской агрессии. Вот что рассказывает Ольга Модина. Ни на одном официальном ресурсе до сих пор нет информации, сколько на самом деле людей живет на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Это несмотря на то, что некоторые из этих городов оккупированы уже 10 лет. Последняя так называемая перепись населения там проводилась в 2019 году. Что интересно, тогда не были обнародованы цифры. Просто было заявлено, что перепись мы провели, а вот какое-то количество людей ни в российских СМИ, ни оккупированной власти тогда не назывались. Походили приблизительные цифры, что около 2 миллионов 240 тысяч человек в оккупированной Донецкой области и чуть больше 1 миллиона 400 тысяч человек в Луганской области. В декабре 2023 года в России разрешили голосовать на выборах президента всем гражданам, что живет на оккупированной территории, даже с украинскими паспортами. То есть они даже не смогли бы посчитать, сколько людей проголосовало по той же статистике, сколько людей получили российские паспорта. На тот момент, в феврале 2024 года, заявили, что скорее всего в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях, которые оккупировала уже Россия, зарегистрировано около 4,5 миллионов избирателей. Понятно, почему такие вдруг большие цифры, потому что Россия захватила за эти 3 года еще больше территории Украины. Но когда они подсчитывали, скорее всего, что они забыли про переселенцев, потому что это сотни тысяч людей, которые выезжали и в другие области Украины, и были незаконно вывезены в российские регионы. А их не вычеркивали из этого населения, которое числится на этих оккупированных территориях. То есть оккупационная власть продолжала, во-первых, работать по старым спискам, особенно это касается новооккупированных территорий, вот которые с 22 по 24, они работают по спискам, которые были на украинских выборах. И они действуют по правилам мирного времени, когда человека можно считать выбавшим, только если он сам снялся с постоянной регистрации. Понятное дело, что никто, кто выехал с оккупированных территорий, не делал. И сейчас получается, что в результатах, которые оглушают в России, проголосовало людей больше, чем их есть на самом деле даже по тем данным, которые они публиковали в 23-22 году. Еще раз отмечу, что официальных данных на самом деле, сколько людей живут на оккупированных территориях, просто нет. Получается, почему людей проголосовало больше? Есть несколько причин. Во-первых, конечно же, могли накрутить. Мы прекрасно помним 2014 год, незаконный референдум, когда явка была 104%, а там на тот момент были вообще полупостые города. В этот раз голосовали не только люди, которые находятся сейчас на этих оккупированных территориях, но и приезжие, о чем сами же СМИ, которые подконтрольные оккупационные власти, неоднократно заявляли в своих сюжетах. То есть были сюжеты, где показывали, вот строители, которые приехали помогать в Брянке и Северодонецку отстраиваться, сегодня они голосуют у нас на выборах. А вот там российские солдаты, они нас защищают, и вот сегодня они тоже пришли сделать свой выбор. И получается, что в целом складывалась картина, что Луганская, Донецкая область оккупированные, они масштабно голосовали, но голосовали не только местные. Более того, голосовали как раз-таки по своему желанию не местные. Как мы знаем, приезжали и в квартиры, и в больницы, просто заходили и действительно заставляли людей голосовать. На самом деле, больше всего, что мне заинтересовало, это проголосовали даже люди в Попасной. Я напомню нашим зрителям, что в ходе российских штурмов город просто стерлись из-за земли, да, и даже после этого оккупационная администрация исключила его из перечня населенных пунктов. По факту, для оккупационной власти на этих территориях Попасной не существует. Но сделали сюжет о том, как Попасная проголосовала, конечно же, за Владимира Путина. И мы уже видели вот видео о Авдеевке, когда люди голосовали просто в подвале. Понятное дело, что сейчас во всех пресс-релизах, в заявлениях, в первую очередь акцентируют внимание, что масштабно голосовали именно оккупированные территории. Якобы те, которые Россия спасла, привела туда русский мир, восстановила единство братства. И вот такой благодарностью они поддерживают Путина. Хотя на самом деле Россия уничтожила города и заставила людей оттуда выехать. Рассказывала корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс-Реалии Ольга Модина. Демократические страны мира уже открыто заявили, что не признавали и не признают законность голосования на оккупированных территориях Украины. Многие лидеры этих стран уже заявили, что и выборы в целом по России не были ни свободными, ни честными. Но когда разговор заходит о том, откажутся ли они по-прежнему признавать Владимира Путина президентом России, как этому призывает российская оппозиция, ответы становятся более туманными. Об оценке в США, состоявшихся в России выборов президента, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. Официальный представитель Совета национальной безопасности США адмирал Джон Керби прокомментировал выборы в России в первый день голосования 15 марта. Это будет напряженная схватка, не так ли? Мы будем наблюдать за ней, посмотрим, что из этого получится. Выражение «свободное и честное» явно не про эти выборы, но посмотрим, что произойдет в эти выходные. Но журналистам хотелось больше ясности. Два вопроса, Джон. Один о российских выборах, в том числе тех, что проводятся на украинских территориях, и которые нелегитимны. Соединенные Штаты признают их результаты? Разумеется, нет. Вы, в России, вы, в России, эти результаты? Мы самым решительным образом осуждаем незаконные попытки Российской Федерации организовать выборы президента России во временно оккупированных районах в пределах международной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства члена ООН без его согласия является явным пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не имеют юридической силы в соответствии с международным правом. Мы повторяем призывы Генеральной Ассамблеи ООН ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать никаких изменений Российской Федерации, статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины или любого из этих регионов, и воздерживаться от любых действий или сделок, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса. В понедельник 18 марта российские выборы стали первой же темой брифинга в Госдепартаменте. Официальный представитель ведомства Ведант Пател начал свой комментарий с точно такой же шутки, что и адмирал Кёрби. Я прямо места себе не находил от волнения. Такая была захватывающая борьба. Ну а если всерьез, российский народ заслуживает свободных и честных выборов, возможности выбора из нескольких кандидатов, представляющих разные мнения. Граждане России, как и все другие, заслуживают доступа к беспристрастной информации, которая помогает этому выбору, помогает определить будущее своей страны. На этих выборах, которые не были ни свободными, ни справедливыми, это было явно не так. Как вы хорошо знаете, Кремль посадил за решетку политических оппонентов и не допустил до участия в выборах других кандидатов, занимавших антивоенную позицию. И как вы также знаете, ведущий критик Кремля Алексей Навальный недавно умер в заключении после нескольких лет преследований, злоупотребления властью и тюремного заключения. Так что эти выборы прошли в условиях интенсивных репрессий и в конечном счете, хотя Владимир Путин, вероятно, останется президентом России, признавать это не означает оправдывать его автократию. Можно с уверенностью сказать, что поздравительных звонков из Соединенных Штатов Америки точно не будет. Председатель Сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин назвал выборы в России так называемыми и заявил, что он лично не признает их результаты в целом. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Как известно, согласно данным Центральной избирательной комиссии России, выборы президента прошли при беспрецедентно высокой явке, а Путин, для которого это была уже пятая президентская кампания, заручился рекордной поддержкой. Анализируя данные, поступившие с избирательных участков и от участковых избирательных комиссий, и используя при этом метод математика Сергея Шпилькина, общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» пришло к выводу, что и фальсификации были самыми масштабными в истории выборов в независимой России. В поддержку Путина было вброшено до 22 миллионов голосов, говорит член Совета движения «Голос» Давид Канкия. Это первый приблизительный анализ, который мы получили, такой экспресс-анализ, и масштабы фальсификации еще предстоит оценить, уточнить, и большая аналитическая работа предстоит в ближайшие недели и месяцы. Но с уверенностью можно утверждать, что масштабы приписок на этих выборах действительно рекордные. Это то, о чем говорит Иван в своем анализе, это только те непосредственные фальсификации, которые можно выявить методом Шпилькина, то есть прямые вбросы, прямые переписывания протоколов, когда увеличивается и явка, и результат инкумбента в данном случае Путина. Если мы сравним с выборами 2018 года, то тогда по разным оценкам такие приписки были от 12 до 18 миллионов. Сейчас надо понимать, что есть несколько корзин и несколько иных методов фальсификации. В первую очередь это дистанционное электронное голосование, где за пределами Москвы порядка 5 миллионов человек было зарегистрировано. Нету никаких способов проверить, как их голоса считались и считались ли вообще. А явка по ДЭГу составила 94-96%. Это то, что участки в Москве были оборудованы тегами, специальными устройствами, которые голоса считали, тоже отпускали в электронное голосование и сводили их в одну точку, то есть они не распределены были по избирательным участкам, те, кто голосовали в терминалы. Это, конечно, присоединенные так называемые территории. Там вообще не было никакой возможности общественного контроля и как там проводилось голосование, с учетом, что оно там было многодневным, досрочным и мы получаем цифры, оттуда анализируем их и видим, что там тоже рисовки еще в большем масштабе. Ну и помимо этого масштабнейшее применение административного ресурса. Я убежден, что десятки миллионов россиян, которые голосовали на этих выборах, голосовали под давлением. Я видел, например, как это делали в Тантере, это магнит-магазинчики у дома, гипермагазины, которые работают в большом количестве городов России и видел таблицу, в которой сводили результаты десятков тысяч голосов по северо-западу, Московской области, как там велся учет явки по каждому человеку. К сожалению, нам не разрешили этой информацией поделиться, но мы понимаем, что принуждение было не только в бюджетных учреждениях, не только студентов заставляли голосовать и регистрироваться на ДАГНИТ, только учителя через школьные чатики давили на родителей. Ну и в частных компаниях, таких как МАГНИТ, тоже повсеместно использовался административный ресурс принуждения. Электронное голосование — это абсолютно закрытый черный ящик. Это система, проанализировать которую по факту никак невозможно, потому что все результаты электронного голосования складываются в одну точку по региону. Шпилькин может разложить участки на графике и сравнить их между собой. Здесь у нас одна большая жирная электронная блямба, куда сваливаются или где просто рисуются все голоса. И опять же, мы не можем гарантировать, что у разработчиков системы нет внешнего входа, чтобы результаты подкрутить. Мы не можем гарантировать, что они вообще их как-то считают. Но мое убеждение, что дистанционное электронное голосование — это в каком-то смысле для пережиток довоенной. Это система, которую придумывали до того, как у нас вот все последние остатки стыда на выборах были отброшены. И в принципе необходимый результат, как мы видим, может легко обеспечиваться и без всякого дистанционного электронного голосования. Мы вообще видим, что анализируя результаты и анализируя ход голосования, что в принципе у нас произошла чеченизация голосования по всей стране. Результаты Москвы не сильно отличаются от результатов Грозного. Мы получаем переписанные протоколы даже от того небольшого количества наблюдателей независимых членов комиссии, которые были на участках. Мы получаем копии протоколов, которые были у наблюдателей на руках и сравниваем с теми результатами, которые вводятся в систему газвыборы. И мы видим там парадоксальную ситуацию. Помимо того, что голоса накручиваются Путину, а это могут быть и несколько десятков, и несколько сотен, они почти тотально скручивались до Ванкову. И его голоса перераспределялись не только Путину, но и Харитонову, и Слуцкому. И таких протоколов мы уже видели десятки. Это был член Совета движения «Голос» Давид Канкия. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Какого-либо недовольства по поводу объявленных результатов голосования Владислав Дованков не высказывал. Наоборот, он всячески благодарил ЦИК, а Путина вчера на концерте, посвященном 10-й годовщине оккупации Крыма, называл своим президентом. А занявший 4-е место кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий открыто сказал, что имел значение только результат Путина. А сколько голосов получил он сам, неважно. То, что набрали мы, и я в частности, полпроцента туда, полпроцента обратно, не имеет ни малейшего значения. Здесь как никогда главная не победа, а участие. И я хочу поздравить всех граждан России, всех, кто говорит в мире на великом и могучем русском языке, с этой невероятной убедительной победой Владимира Путина на состоявшихся выборах. Это был бывший кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий. Все-таки не исключено, что про полпроцента туда, полпроцента обратно Леонид Слуцкий лукавил. Сейчас его неофициальный результат, официальный будет объявлен послезавтра, 3,2% голосов. Полпроцента обратно, это уже меньше 3%, а партия, выдвинувшая кандидата, набравшего в результате 3 и более процентов голосов, получает за каждый поданный голос 152 рубля. Для партийной кассы ЛДПР сумма набегает немаленькая – 425 миллионов рублей. Новые люди, если результаты будут подтверждены, получат 511, а КПРФ – 573 миллиона. Вы слушаете «Время свободы». Объем денежных переводов из России в Грузию за последние 6 месяцев резко сократился. По мнению экспертов, это сокращение – индикатор оттока из Грузии российских релакантов, переехавших туда после начала широкомасштабной агрессии России против Украины, в надежде спастись от мобилизации, ну и получить возможность работать дистанционно. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Многие грузинские журналисты, да и просто жители двух крупнейших городов – Тбилиси и Батуми – отмечают, что русская речь на улицах уже звучит гораздо реже, чем в 2022 и 2023 годах, когда массовое присутствие россиян было особенно заметно. Но порой сухие цифры более показательны, чем общие впечатления. По сообщению Национального центрального банка Грузии, в феврале текущего года в Грузию банковскими переводами, а также системами быстрого перевода денег отправлено более 62 миллионов долларов. И это почти на 70% меньше, чем в феврале 2023 года. При этом Россия по-прежнему на первом месте среди всех стран, откуда в Грузию переводится валюта. Но так было всегда с момента распада Советского Союза, потому что именно в России жила и живет крупнейшая грузинская диаспора, представители которой помогали и помогают своим родственникам, оставшимся в Грузии. Однако процесс, начавшийся после 24 февраля 2022 года, носил совершенно иной характер. Как по сути, так и по общему объему перечислений. Валюту в Грузию уже переводили не только грузины, живущие в России, но родственники и работодатели так называемых релокантов, обосновавшихся в Тбилиси и Батуми. Причем в некоторые месяцы 2022 и особенно 2023 года рост по сравнению с довоенными показателями составил 1000%. Настоящий взрыв по объему переводов произошел осенью прошлого года, когда руководство России объявило о частичной мобилизации и через погранично-контрольный пункт Верхний Ларс-Хазбеги в Грузию рынулись тысячи россиян, спасаясь от призыва в воюющую армию. Экономисты отмечают, что поток валюты, вливаясь в финансовую систему Грузии, привел к укреплению национальной валюты Лари почти на 30% и росту валютных резервов страны. Резервы впервые превысили 5 миллиардов долларов. Не приведет ли отток релокантов и сокращение денежных переводов к обратному процессу? И не пострадает ли грузинская экономика? Бывший президент Национального банка Роман Гоцилидзе считает, что эти опасения беспочвены. Да, около 50 тысяч из 100 тысяч российских релокантов покинули Грузию, но оставшиеся открыли тысячи предприятий и купили 12 тысяч квартир, то есть у них появились свои источники доходов, поэтому сокращение переводов естественно, отметил господин Гоцилидзе. С марта 2022 года в Грузию, по неофициальным данным, на постоянное место жительства переехали около 100 тысяч россиян. Они зарегистрировали в службе государственного реестра Грузии около 27 тысяч предприятий, в первую очередь в сфере интернет-технологий. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода. И последняя сегодня тема. Парламент Испании амнистировал сепаратистов, наказанных судом за попытку провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. У этой меры есть как сторонники, так и противники, считающие, что подобные уступки могут только усилить сепаратистские настроения в Испании. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий. Известно, что амнистия была инициирована социалистами в обмен на парламентскую поддержку каталонцами и наугурации их правительства в ноябре 2023 года. Ведь в результате прошедших до этого выборов соцпартия не получила достаточно депутатских мест в парламенте для формирования правящего кабинета без поддержки других партий. Между тем, премьер Испании Педро Санчес утверждает, что амнистия вовсе не результат упомянутого компромисса, а мера для примирения с Каталонией, залечивания ран прошлого. Прощение, помилование имеет большое воздействие на каталонское общество, и оно исключительно важно для нашего сближения и преодоления разлада, который мы пережили в 2017 году. Другими словами, Каталония готова для полной нормализации наших отношений. Более 80% каталонцев поддерживают амнистию. Именно поэтому от имени Испании и в интересах Испании в защиту взаимопонимания между испанцами я защищаю сегодня амнистию в Каталонии. Главная фигура среди 350 лиц, попадающих под амнистию, бывший глава Каталонии Карлис Пучдимон. Помимо попытки отделить регион от Испании и растраты на эту попытку бюджетных средств, ему вменялась вину и государственная измена, так как были выявлены его связи с предполагаемыми эмиссарами Кремля с целью получения поддержки в деле обретения независимости. Сам Пучдимон уже заявил, что амнистия не ставит точку в борьбе сторонников самоопределения Каталонии. Он пригрозил Санчесу лишением парламентской поддержки, если тот откажется в дальнейшем признать право каталонцев на независимость, предварительно обеспечив им возможность самостоятельно собирать и тратить налоги в регионе, иметь собственное представительство в международных организациях и так далее. Все это дает возможность парламентской либерально-консервативной оппозиции упрекать премьера в том, что его амнистия не решает проблему сепаратизма. Лидер оппозиции Альберто Нунис Фейхо. Правительство и его союзники – главные виновники нестабильности политической ситуации в Испании. Амнистия принята лишь потому, что она дала возможность премьеру Санчесу прийти к власти. И пусть никто не пытается убедить нас в том, что речь идет о примирении. Все наоборот. Амнистия лишь вносит еще больше раскол в общество. О каком примирении идет речь, если сепаратисты не изменили свои позиции? Амнистия еще не была принята, а они уже заявляли, что эта мера никак не повлияет на их решимость отделить регион от Испании. В последние месяцы в Испании, включая Каталонию, где идеи независимости разделяют далеко не все, прошли невиданные для этой страны по числу участников манифестации с требованием отказаться от уступок сепаратистам. Последняя антиправительственная акция с участием 35 тысяч протестующих состоялась в Мадриде 10 марта. Виктор Черецкий для Радио Свобода. Мадрид. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин